Кто на свете бессердечный? Значит, следующая система, которую мы сегодня с вами смотрим, кровеносная система. И сразу у меня вопрос к аудитории. А у всех ли многоклеточных животных есть кровеносные системы? Нет. Хорошо. Приведите пример, у кого нет. Прошу. Губки. Вы абсолютно правы, но дело в том, что губки-то как раз не настоящие многоклеточные. Дело в том, что настоящие многоклеточные, у латыни называются эометазо, и у них у всех, абсолютно у всех, должны быть четыре типа тканей. А у губок их нет. У губок совершенно другие типы тканей. Поэтому губок и трехоплексы объединяют группу паразол, якобы многоклеточные. Понятно? Но нету губок мышечной ткани. Поделитесь. И нервной ткани нет. Да? Кишечные плосные. Кишечные плосные. Вот это здорово. Совершенно верно. А поднимайте руки, кто понимает, кто такие кишечные плосные. А остальные не понимают? Хорошо. Ну, например, кишечные плосные. Актиния и плосные. Так, классно. Актиния. Актиния это вариант коралла, на самом деле. Да? Ведь кораллы, вовсе, не обязательно жесткие. Существует многочисленная форма мягких кораллов. Значит, кораллы приросли к основанию и сидят. А есть ли активно двигающиеся кишечные плосные? Медуза. Медуза. Разумеется, медуза. Так, вот это по теме. Кроме кишечных плосных, у кого еще нет? Извините, кровеносных систем. Масекомые. У плоских червей. Вы абсолютно правы. Сначала немножко по кишечным плосным. Значит, ну, вот это один из вариантов мягких кораллов. На самом деле, под прилигно-кливных движениях воды, ветви эти вполне себе шевелятся. Они мягкие. Ну, вот одна из церковных медуз. А это результаты встречи человека с кубомедузой. Кубомедуза самая неприятная из этой группы. Ожоги страшные, главное, не проходят всю жизнь. Ну, это вам, я думаю, знакомые по поисках Немо рыбоклоум в актинии сидящие. Это не кишечный плосной, это португальский кораблик. А вот дискоактиния, тоже актиния. Но, как видите, щупальца у них не раздельная, а слились в общий диск. Кстати, можно ли кого-нибудь ловить такими щупальцами? До нее не выйдет. Вопрос, как питается? А очень многие кишечные плосные симбионты. В каждой клетке, просто внутри каждой клетки, обитают одноклеточные водоросли, которые ведут фотосинтез. И делятся продуктами фотосинтеза с клетками животного. Какую выгоду получает животное, это очевидно. Вопрос, а какая польза одноклеточным водорослям от того, что они сидят у животного? Защита. Во-первых, защита. А во-вторых, самое главное, что нужно любому живому организму. Стабильность окружающей среды. Пока клетка живая, условия в ней будут меняться или нет? Нет. Значит, так что симбионты очень многие среди кишечных плосных. Но это вот гидромедузки. Самое разное. Сейчас эта группа живых существ вообще выделяют в отдельные стволы развития. Самый древний из стволов. Хотя внешне похоже на медуза, это не медуза. Это грибневики. Двигаются совершенно иначе, чем медуза. Ну и внутреннее строение, на самом деле, совершенно другое. Очень многие светящиеся, видите? Самых разных. Ну, это самый обычный корнерод. У нас и в Азовском, и в Черном море его полным-полно. Во всем Средиземноморском бассейне. Так. Ну, на тени. Да, ну, вот эти вот тройки очень красивые. Они флюоресцируют разными цветами. Ну, вот эта увеличенная фотография веточки коралла. Вот сама веточка красная. А что это за звездочки на ней сидят? Да вот это и есть маленькие полипы, которые построили эту веточку. На самом деле, любой коралл, живой коралл, это гигантское скопление, но иногда из миллиона, вот таких вот отдельных организмов. Каждый из которых похож на гидру. Так, значит, коралловая полипа. Просто стенки тел этих организмов строят материал домика. Из этих домиков слагаются ветви. Размах такого строительства огромный. Ну, вот это один из грибневеков. Ну, и теперь, после этого, пару слов о плоских червях. Во-первых, поскольку не представляете их, сначала посмотрим. Значит, размер. Размер же самый разный. От 5-6 миллиметров до малей ладони. Так, бывает достаточно крупное. Название «плоские черви» говорит само с себя. Они действительно больше всего похожи на блин с такими кофрежными краями. Чаще всего водное, хотя есть и наземное. Значит, морские организмы, больше морских, чем тесноводных, тропические, очень яркие, очень красивые. Вот, показываю. Все они хищники. Не хищных полоских червений. Вот это самая обычная белая планария, которая у нас чуть ли не в каждую лужу вводится. Значит, длина такой, могучей, белой планарии, ну, миллиметра 2-3, может быть, 4. Без микроскопа видно, но каких деталей рассмотреть невозможно. Ну, вот представили себе немножко внешний вид этих ребят? Ага, а вот теперь смотрим. А если разрезать тело, что оказывается? А устроены они до удивления просто. Во-первых, стенка тела, вот она. Она состоит из слоя покрова, один слой эпителия, вот конечного линия. Под ней белая выделена кольцевая мускулатура, мышцы, которые идут вот так кольцами вокруг тела, кольцо за кольцом. Под ним красненький слой, продольная мускулатура, мышечные клетки, идущие от головы к хвосту. Таким образом получился кожно-мышечный мешок. Внутри этого мешка, внутренняя стенка зелененьким здесь показана, во-первых, проходит третий тип мышц, это вот такие столбы, идущие от живота к спине, а во-вторых, лежит кишка, вот она, сильно разветвленная, и лежат половые органы, вот они, голубые трубки. Ничего другого в этом мешке нет. Теперь давайте смотрим. Сквозь стенку мешка проходят вот эти зеленые кольца, и проходят красные вот эти. Что это такое? Красным здесь показаны нервные стволы. Нервные стволы у червей, иду от головы к хвосту, и между ними, вот желтая линия, так, лежат кольцевые связи, ну, чтобы левая сторона знала, что делает правая сторона. А зеленым показаны выделительные каналы. Все, ничего другого в червяке нет. Обратите внимание, вот здесь происходит переваривание пищи. Какие предки тела могут получить подготовленные биомономеры? Все предки тела или нет? Нет, а только котен. Переваривание вот здесь, в кишке. Плетки кишки? Вопрос, а как получают питание клетки стенки тела? Какие у кого идеи? Дихузия. Прошу. Я думаю, что у тебя очень сильно разведленная, я сейчас стены просто наберешь сейчас. А вы знаете, дело в том, что кишка не образует контакта со стенкой. Она там подвешена. Ребят, все проще. Может, она в закружающей среде. Опа, а зачем тогда кишка нужна? Если мы все мышцы кормим прямо из окружающей среды. Чтобы сама себя кормить? Это бессмысленно орган какой-то получается. Какого кровообращения? Никакого кровообращения. Я называл кровообращение? Нет. Нет у них уже кровообращения. Вот сейчас и разбираемся, почему нет. Правильно. Абсолютно верное решение. Эти клетки получили. Мономеры, да. Значит, то, что нужно, себе взяли. А то, что не нужно. Вот для них излишек. А для них излишек в эту полу сбросили. В результате полостной жидкости, обогащение пищевыми веществами происходит? Происходит. А теперь, а стенка тела из скольких слоев клеток? Сколько слоев клеток? Вы считаете, прошу. Три слоя. Значит, клетки внутреннего слоя получили. То, что надо. Излишек передали дальше. Второй слой получил то, что надо. Излишек передал дальше. Всем всего хватило. Теперь вопрос. А откуда клетки кишки получают кислород? Нет. Так где кишка, а где поверхность тела? Поверхность тела вот она, а кишка вон она. А ровно такой же путь, как я говорил, только наоборот. Значит, первоначально кислород получил покровными клетками, передали второму слою, второй слой передал третьему, третий растворил здесь. А клетки полостных органов получили из полостного раствора. Вот при такой системе нужна ли какая-нибудь кровеносная система или нет? Нет. А кому она становится реально необходимой? Скажите, если бы в стенке тела было не три слоя, а 33 слоя, можно ли было бы передать хоть что-нибудь за счет межклеточных контактов? Дошло ли бы что-нибудь до умности или, наоборот, исползлить до поверхности системы? Нет. Ничего бы не дошло. Итак, развитие кровеносных систем – это следствие усложнения строения стенки тела и усложнения строения внутренних органов. Развиваются кровеносные системы у живых существ, у которых в стенке тела образуется много слоев ткани. В стенках органов много слоев ткани. Вот здесь уже за счет прямого контакта ничего не передашь. Хорошо. Ну и какие же задачки будет иметь кровеносная система? Группа задачек. Принасит кислорода, принаситное вещество, а у нас это органы и сердце. Так, классно. Верно назвали первую группу, самую очевидную, первую группу задачек. Называется это будет транспортная функция. А вот теперь давайте конкретнее, что, собственно, переносит кровеносная система. Допустим, у нас с вами, у людей. Было названо питательное вещество и кислород. Согласен. А еще что? Хорошо. Гормоны, химические сигналы. Исключительно важная работа. Отличная, да? Ну, это же отходы. Отходы. Каждая клетка сбрасывает отходы в межскоревую среду. Так, почему мы не умираем от самоотравления? Ведь каждая клетка сбрасывает из себя, выбрасывает совершенно жуткую, по-моему, смертельную для нас. Почему не умираем? Все это составляется делительным. И именно так. А кто доставлять-то будет к органам выделения? С потоком крови, разумеется. Значит, органы выделения очищают кровь, отделяя от жидкости плазмы крови компоненты, которые необходимо выбросить. И через ночевыводящие пути сбрасываем на улицу. Хорошо. Значит, смотрим, что назвали. А, ну, на самом деле, все основные группы названы. Итак, первая группа, питательные вещества, кровь переносит. Вторая группа, грамотнее всего, говорит про газовый транспорт. Потому что не только СО2 переносит, извините, не только кислород переносит кровь. Но что еще? Углекислоказ. Две стороны одной металли. Так. Отходы. И химический сигнал, гормоны. Вот это у нас все будет транспортная функция. Еще зачем нам с вами, Крыженоской? Багриф. Транспорт тепла, совершенно верно. Температура нашего тела такая же, как окружающие среды. Лыше или ниже? Лыше. А где у нас печка? Что нас греет? Кровь. То есть, в крови сидят маленькие зелененькие человечки и ждут костры. Или в крови сидит биокуда и... Нет, мы сжигаем сахар. Ага. А где сахар сжигается? Интересно. Где сахар-то, женщина? Прям в крови? Вместо какое-то странноватое. Каждый клеток. Нет. Нет, у сжига совершенно другие задачи. На самом деле пальцы в небо попали. Печень и почки действительно активно участвуют в нагревании крови. Из внутренних органов активнее всего. Но это далеко не главное печки, во-первых. А во-вторых, здесь главное разобраться, а почему нагревание-то происходит. Поднимайте руки, у кого в школе физика уже есть. Так, ну, ребят, тогда я не понимаю вашей реакции. А какая-то... Ребят, если за счет трения, то что бы должно быть со стенками кровеносных сосудов? Если вы берете так, что нагревается. Ребят, что такое КПД, слышали? Да. Классно. Какое КПД у автомобильных двигателей? Ну, по-разному, хорошо. Самая экономичная серия берете. Больше 30% не будет. Это самое экономичное. Вопрос. А 70% затраченной энергии во что превратятся? Все понимают, что в тепло переходит? В автомобиле для этого особая система деталей есть. Радиатор называется. Зачем? Чтобы отводить излишки тепла, которые не перешли в работу по движению колес. Так, хорошо. Как положено, какой КПД у автомобиля? Процент больше? Нет, этого хватило. Но все равно выше 40. То есть система более эффективная, чем моторы, которые создают двигатели. Так, имеется в виду двигатели внутреннего сгорания. Электромоторы более эффективны. Значит, хорошо, берем 40%. Мышцы работают. При этом, та энергия, которая организм от грузии и мышечной клетки расходуется на движение только 40%. То есть 60% во что превращается? А 60% тепло. Что вы делаете, когда замерзли? Дрыгать руками, ногами начинаете и так далее. Бегать, прыгать и тому подобное. Зачем? А при работе будет происходить разогрев тела. Это потерянная энергия. Опять, скажите, пожалуйста, а мозги много, там, я не знаю, двигаются, прыгают, бегают? А в результате, будет ли кровь, проходящая с головной мозг, нагреваться? Да, а за счет чего? Расскажите мне, пожалуйста. За счет каких таких процессов? Нервная система требует энергии, конечно, для своей работы, причем на вполне понятные процессы. Но это не такие большие, с двигательными затратами, просто не сравните. Совсем другое. Второй по энергоемости процесс, это биосинтез с веществом. Вот почему печень нагревает кровь. А печень это самая крупная железа в нашем теле. А в железах происходит синтез веществ, которые железа будет выделять. Здоровущий синтезирующий аппарат тратит очень много энергии с не стопроцентным КФД. Все, ребят, нагрев кровью пошел. Так? Хорошо. Так что, смотрите, как получается. Так, кстати, чтобы энергозатраты у вас как-то немножко на место вставлять. Сколько тепла выделяется в теле футболиста, массой 70 килограмм, за один тайминг. С вашей точки зрения. Вот есть один тайминг матча футбольного. Есть у нас мужик, который не сочкует и не стоит в воротах. Выгоняет. А расчет показывает, что вообще-то его температура должна повыситься до 96 градусов. То есть он должен в снятку свариться. Вопрос, почему это не происходит? А у нас кроме системы разогрева тела, да, есть еще и система охлаждения тела. Именно это и есть основа настоящей теплокровности. Не просто наличие печи, а наличие двух взаиморегулированных процессов. Если нужно разогрев, если нужно охлаждение. Это позволяет очень точно балансировать температуры для внутренних органов. Ну и скажите, по-настоящему какая температура в вашем теле? Тогда ответьте от меня на тайный вопрос. Почему это у русского человека нормальная температура 36,6, а у англичанин нормальная температура 36,8? Они что, все слегка больные? Англичанцы от СССР. Да в том-то и дело. Разная традиция измерения температуры. Если вы померите температуру кожи у вас вот здесь, а вот здесь или на затылке, вы никогда не получите 36,6. 36,6 это температура подмышечной ямки. Да? Температура за щекой внутри ротовой полости 36,8. При этом температура по кругу может меняться очень сильно. Хорошо, представьте себе, вы пришли с улицы зимой на улице минус 20. Вы гуляли без отречетов. И перейдя с улицы, маме вот так на шею кладете руки. Что делать, мама? А как же так? У вас же 36,6. Ясно, что поверхность тела может очень сильно менять температуру. Строго, постоянная температура внутреннего пола. 37,2. У англичан, русских, арабов, кюрчей, у всех насыщих. Значит, колебания здесь возможны, связаны с индивидуальными особенностями отмена. Хорошо. Итак, транспорт тепла, перераспределение тепла по организму. Очень важная задачка кровеносных систем. Итак, транспорт веществ, транспорт тепла. А теперь нетранспортные задачи. Есть какие-нибудь? У кровеносных систем. Громче. Разумеется, защита. Значит, во-первых, основная система защиты любого многоклеточного, которая называется иммунитет. Ну, про иммунитет мы сегодня практически говорить не будем. Тема важнейшая и очень сложная, если говорить серьезно. На иммунитет у нас сегодня времени не хватит. Но учтите, пожалуйста, что иммунитет это не защита от всего нас в мире. Если вы идете по улице, и на вас с 12 этажа падает кирпич, то иммунитет вас от этого не защитит. Реально, иммунитет это защита против чего? Вот, ребят, против вирусов бактерий, это в 25-ую очередь. Это, на самом деле, следствие основной задачи иммунитета. Основная задача другая. Прошу. А почему во время болезни выливать сегародом? Ребята, это уже особенности иммунного ответа. Я сказал, что про иммунитет мы сегодня говорить не будем. У нас тема другая. Иммунная система реагирует на чужеродные вещества. И на вирусы и бактерии она будет реагировать по одной простой причине. Что в мембранах их клеток другие белки, чем в наших клетках. Поменяя белки в мембране бактерии или в капсуле вируса, иммунитет просто не увидит, что это бактерия. Иммунная система реагирует на вещества. А уж в силу того, что она это умеет делать, иначе жеродные организмы тоже. Хорошо. Итак, главная задача кровеноски сделки.